Первая и самая главная кадровая перестановка произошла в правительстве республики, где уже несколько месяцев была вакант на кресло республиканского вице-премьера, курирующего вопросы инновационной деятельности и информатизации. Теперь его займёт Евгений Поляков, до того занимавший в правительстве Карачаева-Черкесии постминистра имущественных и земельных отношений. Вопросы труда и социального развития в республике берёт под контроль Анзор Охтов, ранее возглавлявший службу скорой помощи Черкеска. Кстати, бывшие коллеги по цеху отзываются о нём как о профессионале, которому можно доверить самый ответственный участок. На сегодняшний день уход его из скорой помощи – некоторый шок, растерянность, потому что от нас ушёл грамотный руководитель, грамотный человек. И я могу сказать с уверенностью, учитывая, наверное, мой опыт, что не каждый врач может быть хорошим администратором и врачом одновременно. Плюс ко всему замечательный человек. За его период работы скорая помощь очень далеко шагнула в плане оснащения медицинским оборудованием. Что касается имущественных и земельных отношений, за которые в республиканском правительстве ранее отвечал нынешний вице-премьер Евгений Поляков, то они без контроля не останутся. Соответствующий министерский пост принял Дмитрий Бугаёв, до этого занимавший должность заместителя министра образования и науки. К слову, его трудовая деятельность началась в 2009 году с должности члена Молодёжной парламентской ассамблеи при Совете Федерации России. Затем он был помощником депутата Народного собрания, членом Президиума регионального общественного движения «Русь», а три года назад стал советником главы Карачаева Черкесии. Компетентность новых членов республиканского правительства оценил глава региона Рашид Тимрезов, подчеркнув, что у них за плечами огромный багаж знаний и наработанный опыт, который позволит качественно выполнять задачи по развитию экономики и социальной сферы республики.